Центральная избирательная комиссия Чувашии открыла сезон пресс-конференций. Посвящены они будут подготовке к выборам президента России. Напомним, голосование состоится 18 марта. Пока же все избирательные комиссии, органы власти, политические партии и общественные движения готовятся к этому событию. Что происходит в нашей республике, рассказал председатель Центра избиркома Чувашии Александр Цветков. В республике в выборах президента страны задействованы 1162 стационарных участковых избирательных комиссий. Еще 15 в местах массового пребывания людей, то есть в больницах и следственных изоляторах. Всего в проведении выборов участвуют около 9 тысяч сотрудников участковых и территориальных комиссий, плюс порядка 4,5-5 тысяч наблюдателей. В этом году их выставляют не только кандидаты в президенты, но и гражданское общество в лице общественной палаты. Онлайн-трансляция в день голосования запланирована только на крупных участках, с численностью избирателей более тысячи. Основная инновация – на этих выборах действует заявительный порядок голосования. Это значит, что избиратель может выбрать себе участок, где он будет голосовать 18 марта. Причем не только в пределах своего муниципалитета, но и в любой точке России. И после этого, уже вот начиная с 31 января, то есть за 45 дней до дня голосования, этот избиратель может прийти в любую, не только в свою, а в абсолютно любую территориальную избирательную комиссию, в любой многофункциональный центр МФЦ, а может даже просто зайти в интернате на единый портал государственных услуг и там подать это заявление в электронном виде. Одно «но» – написать заявление можно только один раз. Если к моменту выборов вы передумаете, голосовать придется по месту регистрации. Еще одно новшество – протоколы избирателя комиссии больше нельзя заполнять от руки, только распечатывать на принтере. Это призвано исключить ошибки при подготовке копий документов, поскольку автоматически каждый протокол будет получать и специальный QR-код, состоящий из цифр в нем указанных. Вообще технические средства на этих выборах будут использоваться шире, чем обычно. 125 участков будут оснащены КАИБами. Все КАИБы будут размещены в городе Чебоксары. Александр Цветков заметил – мозгов у КАИБов нет, они могут лишь считывать информацию с бюллетеней. Запрограммировать их на изменение результатов невозможно. До 31 января все кандидаты должны сдать документы на регистрацию в ЦИК России. К 10 февраля станет окончательно известно, чьи имена окажутся в избирательных бюллетенях. Елена Гальперина, Андрей Спиридонов, Республика.